привет дорогие подписчики и зритель канала меня зовут артур мы продолжаем играть bioshock и мы пришли в аркадию последней серии проклятый эндрю райан взорвал субмарин на который мы планировали отсюда свинтить и в итоге нам придется идти на своих двоих и честно говоря покажет не совсем понятно куда потому что проблема у нас очевидно идти нам некуда нас охотится весь город супер не среди прочего да что-то вот эдакое здесь вводится о товарищ если вы сейчас наушниках то вы понимаете что я чувствую и вы можете мне помочь можете помочь черт вообще вот и по на мать чё это было то такое ну давай к человек мне говорит что bioshock это не хоррор я честно говоря просто смеюсь ему в лицо потому что возможно игра не хоррор но она местами страшнее любого хоррора это не ловушка что это такое я думаю сейчас мы встретимся с новым типом противников поэтому вот так то будет получше что это маска какая-то что ли успел сфоткать мутант маг прогресс исследования против то все уязвимы против противопехотных патронов окей я знаю что кто мигал он помощнее и и в данном конкретном случае с ним легче будет выжить но но в хоррорах я всегда себя уверенно чувствую только с дробовиком поэтому я лучше с ним похожу хотя местный дробовик это так пугач скорее да стой ты мать твою место крайне дерьмовая спокойно сволота да нахрен нет но что ты делаешь я хочу баллон взять он хватает ящики эти пластиковые просто не поддается логики ты у нас полиглот что ли на английском разговариваешь ну неприятный товарищ такой надо сказать что мне нужно поменять ничего не устраивают все мои модификации великолепно я закрыта для всех кроме посетителей с деньгами этот человек нанимает меня вырастить лес на дне океана а затем превращает прогулку почаще в роскошь райан спросил разве крестьянин не должен продавать то что вырастил разве гончар не должен получать прибыль за свои горшки я начала было с ним спорить но затем вспомнила кто подписывает мне чеки плохо быть лицемером конечно но безработным лицемером еще хуже так хорошо там внизу мы были ну жутковато тут ничего не скажешь на самом деле подумайте так сколько стоит вырастить на дне океана в таких вот условиях лес аж пипец денег тут конечно вложили немерено вбухали а результат вы видите здесь бы не помешало что-то типа карабина из bioshock infinite потому что автомат слишком слабый как и пистолет остальное остальное как то быстро мы здесь мы тоже были до проходили внизу что ж ты орешь что так елки-палки что ж ты орешь что так елки-палки да выходи сейчас только я уберу оружие и он сразу болезет ну ладно я ж говорил до свидания всего хорошего господи где это радио кто кота запрос дерет да это бесполезно ел репчим метро сюда приходят пирцы и стой нет не может пушкина исполняется еще кто то аааа так хорошо вообще нам туда сначала мы все изнюхаем тут как обычно не знаю поможет ли это нам чем-то но думаю поможет может я слышу звуки я думаю они сейчас начнут выходить прямо на меня вот вот стоять боятся водичка то сифонит и тут тоже а здесь вообще система пожаротушения нормально удобрение и что то есть окей ну автомат получился такой что надо надо будет обыскивать каждый урок чтобы только появится возможность нового улучшения поставить на него урон потому что разброса нет это уже страшная пушка стала 80 долларов обойдетесь лучше вот это безумно что это не но иногда приходит это а вот и и и и и и и и такая могу ее надо быть аккуратным так и возможно я смогу обойти все это это все ну как то так туда что же здесь мы знаем что здесь посмотрим с этой стороны может получше будет доктора конечно пипец просто боюсь их как-то говорится до встречи глаза заплывшие такие шляпа чипсы ее к шоколадку неплохо давайте уже как-то вперед продвигаться нарисовал по свистит я думал это ты наверху понятно сейчас спустится давайте пойдем пока кого-то закапывали нормально нас все где ты с тяжелым оружием пока денежку возьмем так кажется все эту штуку пока не снимаем а если еще кто-нибудь придет пусть пощипает вообще нам сюда поэтому пойдем туда она уже словно подожди подожди это же волна ночью ох мы кругом сделали понятно будем знать наш машинка вообще было окей патронов кстати маловато давайте переключимся на картечь ее тоже не так что много струнити они идут так тут мы были я просто знаете не горю желанием сейчас не знакомиться так ну ка улыбочку понятно понятно да не то отлично отлично раз не может взять значит надо выкинуть окей что такое вообще ребята что-то мне туда не охота но именно туда мы пойдем да ничего не надо все это хорошо что там конвертировать не ладно да именно так это и делается вообще вот так подумать разработчики был шо как я и говорил по ним заметно по этой игре что они ее делали без оглядки там на другие игры жанра то есть они отстали там в своем игру кстати очень долго делали в своем соку варились все эти годы и при этом не смотрели как вообще жанр развивается как он эволюционирует и с одной стороны получилось вообще интересно то есть игра крайне корявая в плане там механики очень много моментов выглядит прямо как там приметы привет из 90 но при этом куча таких своих идей которые именно в других играх не увидишь вообще то есть разработчики они по сути делали ухты что такое все без оглядки на других прикольно слушать можете в окнем явно нет листу жизнь так хорошо подъем наверх и страна но вы и о а я что вы я же я сам виноват идёт убивать вы убьете там друг друга нет шума-то пошло Вот так. Гранатомет научит. Ой-ой-ой. Так, теперь. Где ты есть? Миша, слышишь тебя? Бронебойками надо. Бронебойками. О, убил скотина. Милоспел жизнь восполнить. Ладно, сейчас продолжим. Что нам тут по светить еда? Давай, родный. Ты где там? Я надеюсь, у тебя жизнь не восполняется. Это будет печально. Такой ангелочек, мистер Би. Мистер Баббалс. Мистер Баббалс. Да все, не бойся. Нет, нет, нет. Спасибо, мистер. Спасибо. Ты спас малышек, хотя мог проявить жестокость. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. И вам спасибо. Блин, ну ты спасаешь постоянно? И прям такое ощущение, что сделал что-то хорошее. Так, окей. Еще что-то есть, я думаю. Дробовик что-то вообще не решает в этой игре. Я просто, блин, ну вот. Куда это все ушло? Дробовик из первого дома. Из второго дома. Из финал дома. Вот этот дробовик. Врагов просто на части рыбет. Здесь же это, говорит, толку от него вообще ноль. Чем? Я понял. Я понял. С каким количеством жизней мы далеко не увидим. Ну что я делаю? Я сам себя токну вверху только что. Вообще как-то вразнос пошел. Одна аптечка осталась. Надо быть осторожным, поэтому мы возьмем... Так, подожди. Возьмем револьвер. Поставим обычные патроны. Возьмем дробовик. Так, мы покоим все равно с этим. С этим неспокойно. Ух, сколько у вас тут. А, нет, оказалось. Так, ну что, идем сюда? Или все-таки идем туда? Пойдем туда сначала, наверное. Как-то так, чтобы ничего от нас не ушло. Блин, прикольный ствол такой на автомате. Мне очень нравится. Вот это сбоку, слева, конечно, выглядит странновато. Ну да ничего. Так, хорошо, тут мы были. Здесь лежит мистер Баблз. Вот он. Давайте аккуратненько. Спасибо. Спасибо вам большое. Давай, беги. Медвежатник. Время спать, ангелы. Медвежатник дает вам доступ повсюду, куда бы вы хотели попасть. Отлично. Блин, мне было так побольше открыть, конечно. Надо будет купить. Ну, давай, поменяем, что ли уж. Хорошо же дают. Всего помаленьку. Так, улучшение. Надо бы. Улучшение Явы. Плазмидная. Нужна ли мне? Мне трех хватает, в принципе. Пока не нужна. Объекты бешенства. Так, это тоже не сильно нужно. Это тот же самый телекинез, вид сбоку. Приманка. Вот, вот это хорошая штука. Так. Ну, в принципе, пока что все. Хорошо. Теперь-то сживем. Так, теперь нам нужно поставить те самые плазмиды. Подожди, это не тут ставится точно. Waterfall грот. Грот водопада. Крутая. Чуть мне какой-то недоверие к этому месту. А здесь еще есть где-нибудь? Да, здесь еще где-то большой папочки есть. Интересно где. Спокойно. Не трясись так. Это жутковато выглядит. Кто-то где-то ходит поблизится. Давление по поводу плазмидов было не мыслено. Имелись побочные эффекты. Слепота, безумие, летальный исход. Но если не испытывать новую идеологию, тогда зачем она нужна? Рынок не реагирует, как младенец, и не визжит при первом же недовольстве. Рынок терпелив, и нам следует брать с него племян. Так, сейчас придется потратиться маленько. Хотя, в принципе, их просто выманить, и они сами снесут вот эти штуки все. Много вопросов. А там приходится вдумать мимо кверх. Еще живой? Нет. Вроде бы. Вроде бы нет. Посмотри, а. Там еще. Так, хорошо. Тогда мы возьмем вот так вот. Перекидем эту штуку. Спокойно, спокойно. Птичка опять не махнет. Хотя... Давай на тебя... А-а-а! Давай по-быстрому, ломайся. А-а-а! Вали! Что набежало? Ну да. Здесь уже было как бы... Не особо много шансов выжить. Вполне, сейчас придем, накажемся. Ничего страшного не произошло. Так, окей. Птичек нет вообще. Это печально. Где кто пришел? Опять этот, что ли? Блин, не вовремя. Блин, как бы у меня получше. Совсем плохое место. Совсем, совсем плохое место. Я себя тут спрыгну, интересно. Убьюсь, нет? Я тебе хочу умирать. Нееее. Ну, как, ладно. Да, блин, как ты... Нее. Япона, мать, ну! Это было просто подло. Ну, что тут еще оставалось? Сдохнуть только. У меня же столбом стало, как ты меня убил из котировки. Продолжаем. Хорошо, что наш герой бессмертен. Бессмертен. Долго вы будете лупить друг друга. Все, получи. Фу, блин, это пипец. Это просто пипец. С другой стороны, я думаю, сейчас я войду сюда, и... понабегут всякие поганые мерзавцы. А, у меня сегодня мин нету. Так что, что толку? Я хотел поставить другом мины, но нет. Я сейчас опять убьют. Я это и не переживу. Так, что еще тут есть? мины. Одна штука. Но, уже что-то. Давай сразу на их туда поставим. Как-то... Ну, или так, блин. Только я мог так поставить. Ладно, все важно. Ну, я понял, короче. Ничего мы вообще сюда забегнули. Но я хочу смотреть все по полной, не спешим. Круто. Да. Теперь-то наш. Так, в общем, сюда мы можем поставить... Вот сюда вот ничего. В этих... Сюда мы, в принципе, не хотели ничего ставить. В инженерные мы поставим... Окей. Это, в принципе, нормально. Всего хватает. А здесь вообще я вижу, что все как надо. Да. Мне бы, конечно, сейчас на все деньги купить аптечку, потому что по-другому что-то... чё-то как-то... Знаете, я был бы не против, если бы вот он сжёг уже вот эту штуку. Идёт самому. Получится. Похоже, что нет. Хорошо. Пойдём туда-туда. Тащим-то здесь у нас какой-то новый ништяк будет. Да-да-да, я знаю. Фиканизацию и лепости. Дайте мне ещё. Первый из подавил ослеплю очень много обещающих. Если роза-карик зацветит, тогда богом клянусь, я буду точно знать, что всё получилось. Быстрее! Закрывается! Ну ладно. Иду. Но кто-то должен найти способ вернуться и проверить образцы. Это очень важно. Так, окей. Знаете, чё? По-моему, сюда мы идём попозже по сюжету. Нам нужно будет сорвать одну из этих роз. Или как? просто не вижу выхода отсюда. Просто не вижу выхода отсюда. Хорошие места. Уже нравится. Вот эта вот кошка это, конечно, пипец. О, какая пакость. Зачем так скотейка-то? Странная машинария. Трудно поверить, как многое изменилось в том, как я ушла от Доктора Штайна. Восторг, как изменился его почти не устроил. Я слышала, что творилось на площади Аполлона. Я спросила у Райана, как он может так поступать с невинными людьми. Он возмутился? Невинный? Если они захотели защищать Восторг, значит приняли в сторону Атласа и его бандитов. Так что никаких невидомных тут нет. Только герои и преступники. Фанатичный такой мужчина. Ну что, давайте на этом закончим, наверное, в следующей серии пойдем, собственно, посмотрим, что-то еще есть. Пока что здесь все довольно печально. Не дают очень много Евы, но при этом не дают вообще практически аптечек. С оружием полный голяк. Не то, что его не хватает, просто оружие по большей части отстояное. Адербайк, допустим, проще застрадиться, чем кого-то убить. Но, тем не менее, будем справляться. Так что увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!